итак доброе утро всем начинаем свой репортаж с трассы от баварии производства до си сети 40 километров нам проехать загрузились сегодня 6 утра все быстро четко сам грузил быстренько 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 все сделал отправил учался получил задание едем прайду на тёнинг если этот тёнин который тёнинг там где первый раз крутился второй раз случился по гуглу ехать и съезжать будем сразу вводить адрес а так нормально приехал стоял 11 часов кстати сегодня пятница посмотрим что там пошлют на бреду потом потом что куда на францию или сторону базы но если в 11 бреда знаете как обычно загадываешь а потом начинается какая-то головоломка то одно то другое то пятое десятое ты вообще мне не понимаешь где ты будешь хорошо то что хорошо должно закончиться правильно правильно стоял я там на паркинге на своем месте который мне нравится возле кустов а не в ёлке вы не елочки а там где сзади паркуется вчера заметил приехала машина с литовским номером чудак по ходу стажировал иракского парка вот так флаг ирака сам он был я вообще не по-моему флаг ирак ирана ирак такой парнишка я конечно немножко офигел литовец стажирует ирак или даже там оба они были с одной страны но в паре его на рев контейнер он просто приехал туда припарковался что там рефу делать что там они не рефу грузят фига знает но интересно было посмотреть как он парковался жалко немного было но тот ему как-то так странно показывал а тот там тыркался мыкался тыркался мыкался ну вроде потом ну не знаю наверное полчаса он мыкался туда-сюда туда-сюда потом открыли двери рефа и тогда встали но первый раз я наблюдал такую ситуацию литовская машина я видел вот для парень который мне помогал когда он из Узбекистана а тут вот из Ирака интересно я знаю что у нас там уже пакистанцев берут из Ирака берут с южных стран с азиатских гляд уже и индусы есть и чуть ли не филиппинцы есть как раньше на флоте ну ладно каждый хочет заработать надо же выживать я в этом отношении не националист какой-то у меня нет такой фобии что мне отнимут работу ну еще мы надеемся что сегодня буду на базе надо завтра с Эриком обговорить что он скажет никто не знает может быть не доволен моей работой что я вот так с этим полом ну спрошу конечно фотографию до вот это сфотографировано потому что такого быть не может чтобы сломан был пол это бред так что вот такие вот дела вот чем плохо когда ты блин сдаешь машину кому-то блин и на базе а где-то в гараже и тем более прицеп пик узнать что там какое могло произойти я вот тоже принимал прицеп открыл его просто этой мусора там немерено ничего не сказал сейчас принимал прицеп ну прицеп шасси с контейнером опять мусор причем не просто там какой-то там а пришлось подметать выметать выбрасывать ну я же ничего не говорю а по доскам я считаю что водитель который принимает контейнер он несет ответственность он определяет качество пола и если для меня например я считаю что достаточно крепкий пол хоть он там и шатается значит я так считаю а другой может после меня залез и видит что там пол плохой и начинает выламывать доски чтобы показать типа офигенная проблема но я не знаю я говорю что я попрошу фотографии до спрошу что когда открыл контейнер вот такая фигня была не хочу просто показывать фотографии там явно ломалось не в процессе выгрузки а реально была мы говорим ну ладно не будем о грустном посмотрим что решит как решит но вдруг скажет что Жек от Олег домой ну иначе поедет домой грустно но ну ладно давайте так утро началось сейчас едем сдаем контейнер едем потом в Брэду и потом 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 не ну это другой Конинг Дринк он там по-моему был в Брэде Конинг Дринк он такой номер какой-то здесь 48.17 Брэде в 11 часов Дестинейшн Дестинейшн 26 балетов Ладно едем едем дальше ну какая у нас тут обстановка на подъезде 3 километра спокойно нужно будет блин пробка уже прошла утренняя что ли ну через полтора часа опять начнется новая пробка правильно правильно успеем проскочить ее до Брэда 30 километров максимум вчера было 30 когда я ехал а сегодня может меньше может больше Брэда она такая разная разная и чистая и грязная стоят там машинки я просто на светофоне что-то как-то многовато организовывают пробку что-ли два коллеги за спиной вин и джонни игорь 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 . и тереть и тереть и тереть 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 видишь какая погода в Риге жара, в Белоруссии жара а в Европе, блин, офигеть жара, обещанная жара слава Богу не пришла не пришла не пришла и слава Богу ну что сейчас будет? опять контейнер криво будет стоять блин но этот я хоть затянул он вошел а вчера коллега передо мной по-моему так и поехал с тремя туколоками попытался, попытался не получилось у него это дело сделать ну я поехал уже не стал смотреть может я так переживаю да не, ну должно быть три ой, два сзади, два спереди, четыре так иначе должно и не меньше ну нам направо это куда? направо потом налево пойдет или это в порт в equipment и везет оборудование оборудование он здесь в крестах едет есть такой значимый куда нам там ехать есть там места вроде есть вот такая вот мелочь не слезает ага есть ага фиг там есть дальше мы поехали будем заезжать здесь я вот не знаю вот они мы-то пролазим но вот они такие узкие сделали полосы это пипец ну вот взяли сдали взяли 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 едем уже в Брэдер сколько нам? 26 километров как я и говорил ребят всякие места эти Брэдерские от 26 до 30 километров в зависимости от от промки я вообще что-то понять не могу с этими блин теперь блин как-то встал блин расстояние больше ничего понятнее ничего понятнее не приемли кайф с контейнерами или проложить или по холожить или по холожим какое-то шасси вообще я не понимаю вообще понять не могу блин сейчас как-то блин расстояние блин что она там блин палец не держит или что извините друзья мои не могу понять блин я я отрубляюсь нужно пойти посмотреть блин тут я вообще въехать не могу блин пигня какая-то блин пигня какая-то реально вот что за байдан теперь блин большое расстояние ну как большое два сантиметра наверно как так может быть надо сейчас остановиться и посмотреть как так может быть ничего понять не могу блин все нормально ну блин расстояние между этими и есть два сантиметра офигеть ладно поехали пока я скоро едем два года пройдет поездки поехали поэтому интересно отвелись ворота джону там одно время не открывались все ворота и заработали опять А здесь, я чувствую, надо будет гугл включать Я помню, Кёнинг один был противный Но он, по-моему, там дальше находился Не здесь где-то, реально, совсем не здесь Разберёмся по месту, да? Ну что, далеко он уехал? Или он там, впереди меня? Нет, нет его Либо он уехал, либо он возвращается обратно Ну что ж, Бреда вроде Или пред Бреда Очень похоже, что это не то место, о котором я думал Тут как-то ещё так интересно, блин Бреда 4817 Тут адрес, тут не порт получается Ну, в смысле, не промзона Продолжение следует... Пам-парам, пам-парам, 2,7 километра, километра, километра. Пока прямо идем. Пока прямо, как это говорит, стоим, стоим, спокойно, спокойно. Я там, блин, вот, а нету в истории этого адреса, странный. Очень странно. Название очень знакомое. Очень, очень, очень. Кёнинг тоже пиво, наверное. Буду брать. Energy. Energy drink. Потом, наверное, если я приеду, пошут меня на флиссинген. А потом, наверное, уже куда-то дальше. Ну, я еще ни разу не отгадывал, куда я пойду. Направление только могу тогда. Вечером. Либо Франция, либо Германия. Вот я так думаю. Я так думаю. Пусть я вот логики не могу понять. Блин, такие большие настояния. Крюка делает лишние 250 километров. Крюка делает лишние 20 километров в одну сторону бывает. А в две это вообще по 400. Не могу к этому привыкнуть. Ну, никак. Ну, типа на базу, а потом с базы в понедельник обратно. Ну, видите, таковы, наверное, правила у них в Голландии. Так надо работать. Отдыхать, значит, на базе отдыхать. 45-ку. Дай 24-ку дашь в контейнеран. Не важно, на базу надо ехать. Там. Триллера. На тентах тут там. 24-24-45. 24-45. Пам-парам-парам-парам-парам. Вот там будет поворот налево. Машина нам этот показывает. Да, тоже налево. Буду надеяться, что это не тот. Потому что там надо было бы возвращаться и объезжать через мост, грубо говоря. Так, сейчас нам налево надо будет. Места как бы знакомые. Блин, ну, блин, не до конца знакомые. Тюнинг. Тюнинг тринг называется. Блин, тут это прямо в городе, что ли? Там съезд какой-то. Ничего себе, блин. Когда точно здесь не был. Ну, на заезд посмотрю, скажу. По круговой налево. И мы прибываем. Там какая-то есть логистика, походу. Там даже туалет есть на улице. Ничего себе, что здесь. В стройках где-то идёт? Или забыли забрать? А, вот слева Кюнинг. Вижу. Я, кстати, блин, давно не был в одном месте в хорошем. Где-то тоже конфеты дают, но вкусные. Кюнинг. Где ресепшн? Кюнинг дринг. Гляну, паркинг направо. Чё-то я не понял. А как тут заезжать? Кюнинг дринг. Сейчас посмотрим. Вот Кюнинг. А это что? Экспедишн прямо. Продолжение следует. Продолжение следует. Спасибо. Спасибо. В контейнерах так низко у них стоит этот грызговик задний. Зачем он нафиг вообще нужен, я понять не могу. Трется по этой самой. Офигеть. Загрузили. Погрузили. Ладно, поехали. Написать, что мы всё. Отметили точку, что мы всё в порт. Посмотрим, что нам придёт. Ну что. Я так думаю, что если дополнительная работа, то, наверное, супермарита. Если дополнительной работы не будет, блин, ну точно-то пипец. Тогда либо во Францию, либо во Францию, либо тогда в Германию через базу. Блин, быстро здесь, конечно, пипец. С этим они, конечно, не продумали, я вам скажу. Упала бутылочка чего-то. Баночка. Энерго-дринка. Кто-то потерял груз, кусочек груза. Это мои такие предположения. Либо Франция сразу. Ну типа взять рецепт, там все дела. Контейнер, вернее. В этом как он там? Альфере? Ал... Алфера или как он там? Либо Германия через базу. Либо сначала какой-нибудь моритайм. А потом? А потом? А потом то же самое, но потом. Нормальный ход мысли, да? Фига. Ну я говорю, я могу еще угадать направление, а куда я поеду? Фига уже. Ну время-то тоже, блин. 12 часов будет. Фига уже. Фига уже. Блин, тяжелый груз. Очень тяжелый груз. Я даже боюсь сказать. Я килограмм не написал Ты написал Отлично Нет, не здесь еще Дальше Не на этом перекрестке, а на следующем Дальше Дальше Что-то нифига себе грузы отослал Дальше Ладно Поехали Я вот сейчас ехал, в такую пробку попал Пипец И сейчас в этом направлении пробище Даже вот здесь пробка Ну, пятница Получил я задание, как я предполагал Ездим на супер маритайн А дальше посмотрим Три часа у меня замена Контейнера А дальше мы посмотрим, что, как и куда Дальше будет, как будет Дальше будет, как будет Либо 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 Пашут куда-нибудь за прицепом И на Францию За контейнером Ну, посмотрим Ну, что? Что-что-что-что-что-что-что-что-что Медленно, но верно Заходим Ну, давай, заезжай Я ж не могу на железке встать Не знаю, откуда ехать Наверное Тем более, Тен Наверняка ему не впор Правда? Вот этот риф Риф Ошибся По ходу адрес Часто ошибаются Заезжают сюда Потом разворачиваются Так, два Поехали Андрей поехал Там один И Михай поехал На выезд Получили задание Ну, может быть Там и встретимся Там кофейку попью Бутик съем Бутик булочку Вон сколько компаний здесь работает Только страшно На 197-й Почему-то нету Контейнеров Отсылает на 419 Ну все, приехали Пойдем Бутик 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 Бутик